Учебная тревога в сгорании в помещении детского сада номер 20 по адресу Комсомольской 49А, помещение Гладильный. Внимание! Пожарная тревога! Это после всех мероприятий организаторы учений скажут, эвакуация прошла успешно, а перед этим волновались все, и заведующие, и воспитатели, и тем более дети. Вводная, которую получил персонал детского сада номер 20, такова. Случилось возгорание в подсобном помещении. После этого необходимо было следовать алгоритму действий, которые до этого сотрудники дошкольного учреждения знали лишь в теории. Теперь пришлось применить знания на практике. Товарищ руководитель тренировки, эвакуация прошла успешно, все дети и сотрудники детского сада эвакуированы, очаг возгорания находится в помещении Гладильном, есть один пострадавший. Доклад принят. Уже на выходе с территории детского сада педагоги отчитывались перед заведующей. Детей по списку столько, присутствует столько, все выведены из здания. Путь к месту эвакуации перекрыт сотрудниками ДПС, чтобы обезопасить детей от автомобилей. Группы сопровождают полицейские. В лицее дошколят разместили в актовом зале, и для того, чтобы успокоить их, деткам включили мультфильмы. А в это время из помещения детского сада эвакуировали единственную пострадавшую. Спасатели вынесли женщину на специальных носилках и передали медикам, которые переместили ее в карету скорой помощи. Данное мероприятие у нас проводится в разных частях города, на разных объектах, с целью тренировки персонала объектов, а также аварийно-спасательных формирований, непосредственно входящих в органы Саратовской реальной подсистемы РСЧС. Основной задачей сегодня было привить навыки персоналу действовать без паники в подобных ситуациях, при возникновении чрезвычайных ситуаций, отработка практических навыков в тушении возникающих пожаров, ну и привитие навыки в организации эвакуации населения из местах массового пребывания. В завершении учений каждый воспитатель научился обращаться с огнетушителем. Педагоги узнали, что направлять распылитель нужно не на верхушку пламя, а на его очаг. Только в этом случае огонь можно будет победить. Наши сотрудники детского сада справились с данной задачей. В течение года мы, естественно, проводим противопожарные инструктажи с сотрудниками детского сада, а также беседы и занятия с воспитанниками.